МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сегодня будем делать трендовые украшения. Это брошка-бутоньерка из цветов и ягод. В качестве ягод мы можем использовать ягоды либо плоды рябины, калины, либо черноплодные рябины. В общем, все, что у вас есть в огороде и в саду. Вы видите, какие абсолютные букетики присутствуют в нашей студии. И здесь и хотелось бы обратить внимание на меня. Что и у Димы Сергеева. Красота какая. Так, это что? Это у нас калина и ее же листочки. Да, и еще листочки березы. И с березонькой у меня тут на груди. Как круто. Ну, давайте начинать. Я тут вижу еще какие-то специальные, я даже не знаю, как правильно называть, палетки, что ли, я не знаю. Палитры. Палитры, да. Цветовые наборы. Они вот как могут быть использованы? То есть, я не знаю, подобрать по цвету лица? Куст рябины, куст калины? Либо по цвету одежды можно. Ну, то есть, на самом деле, вариаций очень много. Например, если у вас богатый огород на разные плоды, цветы, вы берете, допустим, палитру фиолетовую, скажем, у вас какой-то есть чертополох, берете красную палитру и смотрите, как это у вас будет соединяться в бутоньерке либо в букете. А потом, допустим, прикладываете к желтому фону, как у вас, допустим, жакет, и смотрите, как это будет смотреться на желтом фоне. Как круто. Ну, давайте тогда приступать. Какие вообще вы рекомендуете использовать растения вот в таких бутоньерках? На самом деле, тут все зависит от вашей фантазии. Вы можете даже использовать семечки, орехи, шишки. Это тоже будет очень красиво. Да, главное придерживаться следующего правила. Если у вас цветы моно, то есть у вас, допустим, один цветок хризантема, то тогда лучше для декора использовать тесенку с каким-то цветом, то есть разнообразие цветов, чтобы у вас там было множество оттенков. Что-то яркое. Что-то яркое, да. А если у вас идет много цвете, то тогда используйте более однотонную тесемочку для подчеркивания именно самой композиции. Я думаю, все запомнили. У нас здесь находятся в студии цветочки, которые составят в итоге цветную композицию, поэтому и ленточку, да, мы будем использовать какую-то однотонную. Да, да, то есть либо там красную, либо оранжевую, например. Давайте складывать. Расскажите, кто у нас здесь присутствует в студии? Значит, у нас есть эвкалипт, у нас есть хризантемы и всевозможные полевые цветы, которые состроят нашу композицию. А тут тоже есть правило, то есть если ваши цветы разные по форме, например, есть как чашечка, да, вот хризантема, либо вытянутые, что-то вроде колокольчиков, то тогда самые вытянутые мы отправляем на задний план композиции, а более приплюснутые на передний план. Вот, то есть мы можем уже начинать. В качестве декора нам обязательно нужны какие-то растения, то есть это либо листья дерева, либо вот эвкалипт. Что-то зелененькое, да? Что-то зелененькое. Как в обычном букете, в принципе. И можно, чтобы это еще было маленькое, то есть вот из маленьких мелких листочков, да. То есть дальние, вот высокие, получается, эти точки мы отправляем назад, вот, и переди мы можем вот так вот сделать. Вообще, мне эта идея очень нравится, потому что часто сталкиваюсь, ну вот, например, с тем, что букет большой тебе дарят, он отстоял какое-то время, и чтобы его привести в порядок, вроде как вы его, да, прорежаешь немного, да, убираешь часть, остается, да, скажем, ну там, один-два каких-то цветочков, которые вроде как уже уныло смотрятся в вазе, да. И вот можно сделать такую замечательную бутоньерку, в которой можно запросто в пятницу прийти на работу, почему бы нет, и порадовать всех своих коллег. Но это же можно использовать и как букет, ты на свидание пришел и такую маленькую привел. А денег у тебя немного, я воровала из маминого бутоньерку, я сделал бутоньерку, согласна, Дима? Ну, очень, кстати, компактные букеты, это сейчас тренд, так что их можно активно использовать. Ну да, и на свадьбу, в принципе, всем гостям можно как подарок это сделать. Да, украсть. Так, ну вот вы вслажили наш букетик, вот это у нас готово, но плюс мы еще же можем добавить плод, да, какой-то вот, допустим, плод. Все-таки мы об этом как раз и говорили, да. У нас здесь в студии присутствует Калина, я в студии Калина в первой жизни, честно, вижу, я не знала, что она оказывается такая крупная. Она округлая такая. Кинесистая, да. Да, кинесистая Калина. Значит, что мы делаем? Вообще, если мы используем плод, я бы рекомендовала удалить лишние вот лички, потому что они не всегда этично и эстетично выглядят, вот видите, тут всякие штуки. И плод, вот видите, он шатается, мы его в самую нижнюю часть композиции прицепляем, и потом нам нужно будет снизу ленточкой его закрепить, чтобы он в разные стороны не болтался. А мы закрепляем это только вот той самой декоративной лентой или мы еще чем-то подклеиваем? Тут на ваш вариант, да, то есть можно использовать бечевку, у нас будет такой эко-стиль, мы можем использовать ленты, либо тесемки. Я имею в виду клей, что-то дополнительное. Да, либо бантик мы можем, вот как у вас на бутоньерочке сделать, да, то есть закрепить, либо мы можем клеем просто сцепить концы ленты. Давайте, мы вам поможем, чем будем сегодня вот эти ленты? Ну, вот вам какая ленточка больше нравится? Ну, пусть будет вот такая оранжевая. Оранжевая, да. То есть мы прям снизу вот прямо еще посильнее вот так вот прицепляем, обматываем несколько раз, и можем еще по стебелькам пройтись, если вы хотите. Чтобы не распадались, чтобы покрепче это все держалось. А вот у меня вопрос, когда составляются букеты, ну, которые мы привыкли дарить, там считается количество цветов. А считается лето в бутоньерке? Нечетное количество. Три, пять, девять. Иногда придешь, кустовую розу там покупаешь, говорят, вы что, там же четное количество роз. Кто их считает? Вот здесь считают ли? Нет, на самом деле здесь можно не считать, потому что у вас же единая целостная композиция получается, и поэтому можно не вести никакой подсчет, потому что никто этого не заметит. То есть там будет две ромашки и какая-то зелень. Ну, вот у нас, получается, две хризантемы, три дополнительных колокольчика. И шестнадцать калины. А представляете, какая у нее девушка такая? Там двадцать ягод. Ты что, смерти моей желаешь? Бывают такие, бывают, правда? Ну, хорошо, ягодку можно отцепить, в этом ее плюс. Есть эта калина. Ну, вот мы бы собрали в наш букетик, в нашу бутоньерку какую-то еще дополнительную обработку. Да, вы можете по длине еще обрезать хвостики, которые вам не нужны, либо задекорировать их тоже лентой. Ну, в данном случае мы просто их отрезаем. Вот, Наталья, как показывает ваша практика, сколько может прожить такая бутоньерка? Ну, в течение дня она сохраняется долго. Кстати, есть еще специальные приспособления, такие небольшие колбочки, в которые можно вставлять цветочки, и тогда они вообще живут очень долго, особенно если долго стоящие цветы. А так, на ночь вы можете ставить это в воду в холодильник, и ваша бутоньерка, ну, точно, дней пять прожистит. То есть, если у тебя есть карман, допустим, да, то ты опускаешь ее в колбочку, и ты можешь несколько дней, собственно говоря, попираться. Да, 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 специальные колбочки такие есть с водичкой. Ну, Наталья же, как просто и как красиво! Спасибо вам большое! Вы такие чудесные рецепты вы даете нам и нашим телезрителям, мы очень рады и довольны. Друзья, мы благодарим нашу замечательную гостью, рукодельницу, чудесницу-кудесницу Наталью Семенову, руководителя школы имиджа и стиля. Я надеюсь, что она к нам еще раз заглянет в гости. Ну, а буквально через пару минут мы вернемся в нашу студию, и, наконец-то, долгожданная рубрика «Угадай мелодию». Сегодня будем подводить итоги и раздавать вам призы. И, наконец-то, долгожданная рубрика «Угадай мелодия» и «Угадай мелодия» и «Угадай мелодия». Продолжение следует...